Приветствую вас, значит, по вашему описанию я могу сделать предположение, что вам достаточно тяжело дался развод, в том плане, что вы переживаете достаточно сильно по поводу его, скорее всего, выводы, которые вы сделали на основе того, что с вами произошло, вот эти выводы, они негативно сказываются на том, как вы сейчас себя чувствуете, как вы сейчас себя позиционируете по отношению к всему, к окружающему миру, к себе, к людям, к деятельности, которые вы занимаетесь, вот, и так далее. То есть, это, как бы, травма, которую вы, вероятно, испытали в результате развода. Можно говорить, конечно, о каком, о каком-то принятом решении. То есть, можно говорить о том, что вы приняли решение, допустим, страдать. Или вы считаете для себя, да, возможным страдать. То есть, вам кажется, что вы достойны вот этого, достойны, достойны того, что, ну, чтобы страдать. Вот. Значит. Что вам нужно сделать? Значит. Вначале. Вначале. Вам необходимо действительно восстановиться после развода. То есть, после развода ваши представления о себе изменились. То есть, нужно сконцентрировать свое внимание на том, что именно и как изменилось в вашем сознании, после того, как вы развились. Понимаете? Вот это, это, на мой взгляд, отживительно и очень важно. Ибо только данного, только с данной проблемой можно начать вашу работу и двигаться дальше. Вот. А двигаться дальше. Уже в новом свете. Снимаете? Пока что, на данный момент, на данный момент, вас, ага, держит то, что вы переживаете по поводу развода. Пока что вас держит то, что изменилось в результате того, что вы стали один. Пока что вас держит то, как вы восприняли это всё. И как вы всё это воспринимаете, как вы воспринимаете себя, как вы воспринимаете свою жену, как вы воспринимаете свою дальнейшую жизнь. А сконцентрироваться нужно на том, чтобы постараться увидеть. Да? Значит, постараться увидеть, что именно вы сейчас потеряли, чего именно вы хотите сейчас. Вот. Понимаете? И вот уже исходя из этого, можно будет делать что-то дальше. То есть, вы, по моему мнению, да, вы сделали как? Так, вы написали в раздел психологии, но мне почему-то кажется, что вы хотели задать свой вопрос в раздел эзотерики. Потому что тут у вас есть и фотография ваша и такой достаточно коротенький вопрос. Вот. То есть, если вас волнует это, если вы столкнулись с проблемой, что не знаете, куда задать свой вопрос, кому его задать. То лучше, на самом деле, конечно, начать, наверное, с психологией. Потому что это поможет, по крайней мере, вскрыть, ну, вскрыть причины, по которым вы, например, развелись. То есть, для этого тоже есть причина. Понимаете? Вот. И уже, приняв во внимание наличие тех или иных особенностей, тех или иных аспектов именно вас, вашего поведения, я полагаю, что можно будет восстановиться. То есть, восстановление, восстановление с точки зрения психологии, да, означает то, что вы избавляетесь от фрустрации. То есть, перестаёте фрустрировать, например, по поводу, ну, допустим, того, что вы развелись. Если вас устраивает такое направление, да, то есть, разбор того, почему вы развелись, какие были причины у развода и так далее, и так далее, и так далее. Если вам нравится подобный анализ, то, соответственно, значит, милости прошу к любому из коллег. Вот. Выбирайте любого эксперта, который вам понравится, с которым вы захотите работать, и начинайте консультироваться. Если, напротив, вы считаете, что дело не в, ну, не в том, о чём говорит психология, да? Вот. Значит, и вас интересует всё-таки больше элитрический аспект, то, соответственно, я рекомендую вам обратиться к эзотерикам и, соответственно, уже с эзотериками работать, но решать этот вопрос нужно вам, то есть, какой именно вектор движения, направление вы выберете. Вот. Потому что здесь нужно ваше желание. Нужно, чтобы вы именно, чтобы вы именно хотели работать. Вот. Вот. На этом всё. Надеюсь, что я помог вам. Если у вас остались вопросы по моему ответу, я буду рад вам помочь, так же, как и по любому вопросу, связанному с психологией. Если вам понравился мой ответ, пишите. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше. Буду вам очень за это благодарен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.